Да, конечно, да, конечно, не получается. Хотя, с другой стороны, вы можете сюда прийти, в гостинично-оздоровительный комплекс «Водопад чудес», где и поплавать можно. И, кстати, раз вы не сможете попасть в ресторан «Лагуна», потому что вы смотрели, как я тут вкусно питался, то да-да-да, ну, пока ресторан «Лагуна» закрыт для вас, потому что у нас здесь корпоративчики начинаются. Но, с другой стороны, на нулевом этаже, в цокольном этаже, там такое место есть. Если вы сильно-сильно-сильно-сильно-сильно захотите, вы можете прийти и заказать. Вот там можно хорошо потусоваться. Ну, а мы-то сюда пришли не для этого. Мы сюда пришли для того, чтобы, к слову о том, к слову о том, как бы мне хотелось поплавать, так, чтобы можно было и в гидромассаже, в теплом бассейне побулькаться. Да-да-да, чтобы меня снизу еще обдувал замечательный поток. Поток чего? Поток воды, естественно. Да-да-да-да, можно было и ножки здесь поработать. Потому что я, слава тебе, Господи, хоть где-то дело-то сделал. Теперь можно просто, чтобы рыбочки покусали. Да, кстати, можно и в сауну сходить. В общем, как бы есть тема. Тема очень классная. Это есть аквапарк чудес. Заходите, посмотрите, попробуйте. Хотя вы наверняка пробовали. Просто СДЕ это делать необходимо постоянно. Это еще можно было прокатиться лет так 20 назад. Здесь было сложно, а там можно. К слову о том, что 20 лет назад был в Анталии только один аквапарк. Ну, нам так казалось. Потому как 19 лет назад нас туда и водили. Неплохо и даже красиво. Но тогда система All-Inclusive хромала. Сейчас горки есть в тех отелях от 3 с плюсом. Но горок уровня аквапарка нет в 95% отелей. В остальных есть. Но ценники там не для всех. Совсем, совсем не для всех. Я не против турецкой кухни. Я даже ставлю ее на уровень Советского Союза. И тут-то надо понять. Нашу мультинациональность. Большего количества населения и больших культур нет ни в одной стране мира. И вот такие впечатления у меня от кухни от ресторана Лагуна. А теперь проще. Пересчитав даже на 14 дней, а больше вы и не сможете, мы поговорим, что отдых в аквапарке на уровне лучших пятерок Турции. В цене дешевле в 5 или 10 раз. То есть, если вы будете жить и питаться здесь. Если живем в Магнитогорске, то за сумму менее 100 долларов вы почти месяц будете баловаться водой почти через день. К слову, о аквапарке. Ну, про горки мы говорить не будем. Они реальные и нормальные. Не хуже 95% пятерок турецких. А дальше бассейны. Во-первых, они все с подогревом. А такого даже нет. В оставшихся 5% турецких отелей. Но там есть, может быть, один подогреваемый бассейн. А больше нету. Во-вторых, их тут не один, а шесть. Причем для детей подогрев воды больше. К слову, в этом бассейне есть и джакузи, и водяной массаж. И это плохо? Нет. К слову, две сауны. В аквапарке и одна на входе. Тоже неплохо. К слову, двое отдельных джакузи. Это совсем не так себе. К слову, о тех рыбках, вас кусающих, есть и они. Но вы найдите мне такое место. К слову, блинное и два ресторана. Один в комплексе, второй и большой. Чем где-либо в цоколе. Ну где вы видели такое? Чтобы все вместе? Да я не думаю, что даже в России такое есть. К слову, пусть Россия не имеет небоскребов, но посмотрев фильмы 90-х, далеко не вся Америка в идеале. У нас свой подход и свои. Пусти северные планы, как сделать для людей счастье в России. И что мы хотим, и что мы видим. В принципе, из города Магнитогорска можно и не ехать. Летом можно загорать, зимой можно купаться, и летом тоже можно купаться. Кстати, если даже лето не очень хорошее, вы всегда можете прийти в аквапарк. И к слову о том, какие здесь горки. Ну, если честно, я по многим отелям Турции проехал, и характеристики этого аквапарка, это хорошая пятерочка, да. Есть круче, вопрос, нет, но круче. Их не так уж и много, крутых аквапарков. Там их штук 10, не более того, как. А так, даже если вы приехали, даже если вы хотите отдохнуть, это все можно сделать. Отличный ресторан, лагуна. Внизу тоже можно подвигаться. Фитнесом позаниматься, никаких проблем. Поплавать, естественно, с горок покататься. Почему нету? И вот возникает вопрос. Давайте пересчитаем ваши финансовые средства, которые вы тратите на поездку в Турцию. То есть, ну, если хотите пятерочку хорошую, это как минимум 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей вы вносите, пожалуйста, на троих. Вы же в троем поедете, да? Или на четверых. Вы же в четвером поедете. А потом просто пересчитайте, подумайте, сколько времени и какие количества средства вы могли бы сэкономить, потому что у вас есть замечательный аквапарк.